Киноборода Кино-кино-кино-кино-кино-кино-кино-кино-кино-кино-борода Всем привет, с вами Киноборода, я ходил в кино, что я посмотрел? Первый фильм «Любовь в разнос» Это французская комедия Так ты что, хочешь войны? Нет, а ты хочешь? Я не хочу войны, бред какой Ты хочешь войны? Да, я хочу войны Значит, ты хочешь войны? О чем этот фильм? Все начинается с того, что е**ая на всю голову молодая влюбленная парочка Ссорится, потому что парень работает А девушка говорит, пойдем на вечеринку по поводу Нового года И, ну, как бы, проведем ее вместе В итоге она разбивает его ноутбук Он в нее бросает бутылками И... они целуются То есть мы понимаем, это такие двое шизанутых человека Которые пытаются взять от жизни все И даже ссоры и любовь у них, как бы, не отличаются друг от друга Потому что они живут, ну, на полную чашу эмоций Но через пару минут фильма нам показывают, что прошло 15 лет И они решают развестись Первая сложность, как об этом сказать их трем детям Да, кстати, о детях С детьми у них полная ж**а Потому что, как нам показывают совершенно верно Антиавторитарное воспитание, как бы, тоже имеет свои отрицательные стороны И дети абсолютно на них забили х**, говорят Типа, вы нам вообще кто такие? Ну, родители, ну и чё? Мы вообще делаем, чё хотим И главные герои фильма, как бы, не могут справиться ни с собственными эмоциями Ни с эмоциями друг друга Ни с собственными отношениями Ни с взаимоотношениями с детьми Ни с детьми как таковыми Они решают развестись Дети то с одним, то с другим Вроде бы, как, всё понятно Но! Им обоим предлагают практически одновременно Хорошую работу Ну, типа, повышение Но нужно поехать в другую страну И они решают, кто из них поедет Но взять детей с собой они не могут, поэтому им нужно как-то сделать так, чтобы оставить детей другому Я запуталась Кто кого бросает? Я А кто заберёт детей? Он Значит так Или вы договоритесь между собой, или всё решать будут дети Что? И они детей настраполяют Не как обычно в обычных фильмах про разводы друг против друга Что папа плохой, мама плохая Не идите к нему, любите меня Мама сказала, что мне будет лучше с тобой, пап Ты так сказала? Ну, нет Папа сказал, что без нас ты покончишь с собой Так и сказал? Здесь родители Каждый из родителей Пытается показать себя с самой худшей стороны Чтобы дети выбрали противоположную Попадание с двух метров болезненно Папочка! С метра, да? Очень болезненно Что такое, милая? И вот здесь фильм становится очень смешным С середины фильма начинается реальная ржака Я смеялся так, как не смеялся давно Потому что всё это происходит на полнейшем серьёзе Аж папочка снимет квартиру недалеко от мамы Ваш новый дом Вообще за это люблю французские фильмы, потому что у них всё, ну, как настоящее Некоторые из вас скажут, что этот фильм довольно грубоват И возможно, вы будете правы, потому что, в принципе, этот фильм не для влюблённой парочки, которая решит пойти на него на первом или втором свидании Кошмар! Полчать! Он ударил меня! Получила по заслугам! Но те из вас, у кого за спиной есть несколько лет брака и желательно ещё парочка детей Неужели так сложно выбрать тебя или меня? Вот именно Стой, какие ребята Вы проведёте отличное время, вы будете смеяться, вы будете валяться И, возможно, вы даже подержитесь за ручки, посмотрите друг на друга и скажете Блин, не одни мы такие ебуты Как Макс сказал, целиком всё говорить? Ммммм... Сейчас Кино-борода Кино-кино-кино-кино-борода И второй фильм, который я посмотрел на этой неделе, это Стрингер Нам нужен следующий поворот направо Ты гонишь слишком быстро! Ты успел раньше копов? Я никогда не попрошу тебя сделать то, что не стал бы делать сам Стрингер О чём этот фильм? В принципе, довольно простая история Мужик пытается найти работу, а все его х**асят Он говорит Ну, пацаны, ну дайте, я готов там без денег работать волонтёром Я готов там на испытательный срок Я буду делать всё, что скажете И ему говорят Нет, иди Ну, как бы, нет Мы с тобой не будем работать Х**а, почему И он тыкается, мыкается как бы в разных направлениях Но совершенно случайно он наблюдает, как съёмочная группа телеканала снимает аварию И такой к ним подкатывает и говорит Это покажут по телевидению? В утренних новостях Больше крови, выше рейтинга А вам, случайно, помощник не нужен? И он себе такой думает Если эти х**ы такое могут, то я вообще расплюнуть И покупает себе камеру и начинает ездить по городу и снимать всякую ерунду Покупает себе там рацию полицейскую и начинает прослушивание делать Берёт себе человека на работу, ну и как бы развивается Вторжение в частный дом Весь прикол фильма не в сюжетных поворотах, а в персонажах Главный герой фильма – очень крутой персонаж Возможно, я предвзято отношусь к Джейку Джилленхолу, но он классный Для роли в этом фильме он скинул 15 кило, и это заметно Играет он классно Есть несколько примечательных нюансов по поводу фильма «Стрингер» Первое – режиссёр Дэн Гилрой Это его режиссёрский дебют Потому что вообще-то Дэн Гилрой – он сценарист Причём довольно давно Очень давно Первый фильм по его сценарию был снят в 1992 году И дальше как бы Дэн Гилрой писал последние 23 года сценарии И у него много хороших фильмов по его сценариям вышло И это заметно Потому что когда смотришь «Стрингера», то становится очевидно, что человек, который его снял Отлично понимает, что такое хорошо рассказать историю Не какую-то сверхъестественную историю, просто она рассказана очень круто Он как настоящий сказочник рассказывает нам по кусочкам, по нюансам И выстраивает, в принципе, довольно обыденную историю обычного мужика Как нечто многогранное Короче, он рассказывает обычную историю Второе, Джейк Джилленхол, который до сих пор идёт в соседних залах в кинотеатре как левша В этом фильме, кроме того, что он сыграл главную роль, он ещё и продюсер Таким образом, мы получили фильм, над которым работали два человека Как основная творческая группа И это заметно, потому что они работали над одним продуктом А не как обычно, четыре человека Тянут это каждый в свою сторону Сценарист говорит, я это не так задумывал А режиссер говорит, нет, это должно быть так А продюсер такой, нет, это вообще слишком много Это всё сильно дорого, надо как-то по-другому А главный герой, нет, я это вижу вот так И дайте мне сыграть, и тут я получу Оскара То есть обычно это растягивается во все стороны Здесь это наоборот всё собирается в кучу И это интересно Третье примечательное Рене Руссо Ну, Рене Руссо сама по себе не очень примечательна Хотя у неё есть пару классных фильмов И в принципе она в молодости выглядела довольно хорошо Но сейчас она немножко вяленькая Вот смотрю и думаю Как режиссер выбрал её на эту роль? И знаете что? Я скажу вам, как режиссер её выбрал на эту роль Это его жена Да Рене Руссо это жена Дэна Гилроя То есть это его режиссерский дебют И на главную женскую роль он взял свою жену Его можно понять Ну а что им ещё было делать? Ну как бы его же дома просто съели Но мне фильм очень понравился То есть в первую очередь режиссер этого фильма Это очень крутой рассказчик Нечто такое, от чего люди глаз не смогут оторвать Тут нужно всё отснять О боже! Рейтинг на ЭМДБ 7,9 Что для дебютного фильма в принципе довольно неплохо Фильм получился действительно хорошим Я с огромным удовольствием его посмотрел Если вы решите не идти на него в кино То всё-таки посмотрите его дома Киноборода Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok